на своем опыте я убедился в истинности фразы что чтобы вы не смонтировали или в принципе не сделали будет три типа людей одним не понравится что вы сделали другим будет вообще безразлично что вы смонтировали третьим будет очень нравится и это нормально понятно что будет разное количество людей кому понравилось кому не понравилось или кого ваше видео оставит равнодушным в целом это правило применимо вообще к жизни чтобы вы не делали всегда будут критики всегда будете кто вас поддерживать и всегда будет те кому будет безразлично поэтому самое главное что вам нужно мне кажется понять монтажа что вы автор вы делаете некое видео которое способно сделать только вы в меру своих навыков своего вкуса своего там я не знаю миллионов качеств и никто другой не сделать его таким как вы до поначалу вас видео будет ужасным с точки зрения правил монтажа там не знаю и так далее я недавно посчитал что за 15 лет я сделал около там тысячи мастеров если сейчас мне показать те первые мастера которые в тот момент я считал хорошими классными то конечно же я ужаснусь потому что в те годы я по сути на монтаже учился я только начинал это были мои первые шаги это как от ребенка требует нарисовать классную картину если вы только осваиваете монтаж то начните с простого задания с которым вы справитесь точно сделайте свое первое видео таким ужасно что вы примут хуже некуда если вы сделаете плохое видео считать что задание выполнено почему потому что ваша задача опять-таки по аналогии если например взять там с рисованием ваша задача научиться держать в руках простой карандаш на и рисовать им прямые линии кривые линии и так далее если вы сразу попытаетесь нарисовать что-то прям классный суперская конечно это будет ужасно и это может вас очень сильно деморализовать демотивировать знаете как в боевых искусствах говорят что не бойтесь того кто отработал тысячу разных приемов бойтесь того кто отработал один прием тысячу раз и ваша задача сделать два ролика плохих 3 4 5 потому что поначалу не ставьте себе цель сделать хорошо поставьте себе цель освоить инструментарий поставьте себе цель получить удовольствие от монтажа от творчества от придумывания какой цвет сделать какой план поставить какую музыку использовать. Потому что создание склейка – это десятый этап. Гораздо важнее все то, что происходит до этого. А до этого у вас в голове происходит работа. То есть монтаж, по сути, весь происходит в голове. Ты придумываешь как, ты в голове видишь кадры, ты думаешь левее поставить, правее, что раньше, что позже. А все, хорошенько продумав, ты уже начинаешь потихоньку пытаться все это воплотить в жизнь. В свое время тоже мне один человек сказал очень классную фразу, что мы не ошибаемся, мы растем. И, по сути, тот уровень монтажа, которого я достиг на сегодняшний день, он полностью состоит из тех ошибок, которые я делал. А поверьте мне, за 15 лет у меня было очень много ошибок. На начальном этапе так вообще одни только ошибки были. Потому что я понятия не имел, почему я делаю склейку, а режиссер мне говорит, что это ужасная склейка. Я действительно не мог понять, почему она плохая. Со временем научился их отличать. Очень важный момент. Мне когда-то один режиссер сказал очень классную фразу в разговоре, что просто нужно делать свою работу хорошо. Если ты не способен делать свою работу хорошо, уходи из профессии. Это просто не твое. Если вам нравится монтаж, вы не сможете делать по-другому. Вам будет хотеться самому сделать классно, сделать там с душой, да, то, что называется. И самое главное, вы всегда будете знать, где схалтурили. Потому что себя вы никогда не обманете. Вы можете обмануть других, сказать, что это так задумано было, да, что на самом деле вы не понимаете. Но в глубине души вы будете знать, где вы поленились, а где вы не поленились. И самый лучший способ не реагировать на людей из первого пункта, да, которые будут вас критиковать, это просто внутри знать, что да, возможно, вы сделали не идеальный продукт, но вы знаете, что вы выложились на 100%. Вы сделали так, что вы внутри спокойно, что вы сделали так, как вы можете. Вы нигде не халтурили, вы нигде не ленились. Не потому что вас кто-то заставлял, а потому что вам самим хотелось сделать что-то классное. Что вы потом сами ходили и говорили, какой я молодец. И в этом случае вам будет очень легко реагировать на критику. Потому что вас не будет задевать, когда кому-то не понравится ваша работа. Я всегда привожу пример с соком. Я спрашиваю человека, какой твой любимый сок. Допустим, человек отвечает, яблочный. Я говорю, а мне яблочный сок не нравится. И это абсолютно правда, мне он не нравится. Но это не значит, что человек плохой, который любит яблочный сок, или сам яблочный сок плохой. Просто мне очень нравится томатный. Поэтому, сделав 1, 2, 3, 4 плохих видео, после этого переделайте так, как вам будет нравиться, как вы будете довольны. И не важно, какие будут склейки, хорошие, правильные, неправильные. Не важно, какие будут цвета. Не важно, какая будет музыка. Сделайте так, чтобы вам это нравилось от и до. Вот это все гораздо более важнее, чем знание кнопок и инструментария программы. Потому что эти принципы позволят вам быстрее всего учиться. Конечно, в том случае, если вы хотите стать профессиональным режиссером монтажа. Профессиональный, в моем понимании, означает, что это будет вашей профессией основной, не хобби. Но при этом я рекомендую вам оставаться любителями. То есть любитель для меня, это тот человек, который любит свое дело. И идеально, когда человек и любит свое дело, и при этом это его профессия. Мне кажется, это прямо идеально. Если вы будете заниматься этим профессионально, и делать видео для клиентов, то все равно его делайте для себя. Для себя не в том смысле, что вы не слушаете клиента, или монтируете не по сценарию. Вы делаете так, чтобы вы сами были спокойны. Потому что в этом случае правки вас не будут задевать. Пока я это все не понял, я всегда воспринимал все правки от клиентов, как попытка, я не знаю, уязвить мою компетентность. То есть я же знаю, что я сделал хорошо. Чего они резутся своими правками? Сейчас я понимаю, что я делаю свою работу хорошо. Если клиент просит заменить там стрижно-накошено, синенький цвет поменять на красненький. Да ради бога, ребят, пожалуйста. Вы клиенты, вы заказчики. И моя задача сделать так, чтобы вы были довольны. Более того, бывают такие ситуации, когда клиент доволен всем, но им хочется поучаствовать в творчестве. Ну, просто им приятно. Вот им хочется какую-нибудь правочку довнести. Раньше меня это очень сильно злило. Что теперь, ребят, что вы лидите не в свое дело? Сейчас, пожалуйста. Хотите шрифт поменять? Да, пожалуйста. Хотите местами два плана поменять? Ну, пожалуйста. Мне не жалко, вы правы. Но если я делаю какое-то свое видео, то кто бы что бы не говорил. Я говорю, ребят, я сделал так, как я хотел. Хотите? Возьмите материал, переделайте, как вы считаете нужным. Пожалуйста. Но это мое видео, я его делал для себя. В подтверждении моего предыдущего пункта, да? Для кого я делал этот курс? Кто-то из вас посмотрит курс и скажет, что зря потерял время, ничего полезного не получил. Кто-то посмотрит и останется равнодушным. Кому-то курс очень понравится, он будет очень полезным. Но в любом из этих случаев я спокоен. Потому что этот курс я делал для одного единственного человека. Для себя 15-летней давности, когда я только начинал монтировать. Я попытался в этом мини-курсе сложить все те важные, на мой взгляд, основы, которые тому 17-летнему Кимсанову очень-очень помогли бы. Потому что за эти 15 лет и изучение 5 или 6 монтажных программ, я понял, что знания очень быстро обесцениваются. Потому что прогресс не стоит на месте. Выходят новые программы, новые оборудования и так далее, и так далее, и так далее. Но все принципы, основополагающие, они остаются. Проведу аналогию с медициной. С каждым днем появляются какие-то новые препараты, новое оборудование, новые технологии. Но что бы ни появлялось, наша анатомия, по сути, не меняется. У нас как сердце, легкие, печень, почки и так далее были, так и они останутся. Так, конечно, например, рентгеновский аппарат 20-летней давности и сегодняшние, просто земля и небо. Но принцип рентгеновского излучения и для чего просвечивает тебя, и что потом на этих снимках смотрят, остается неизменным. Интересную информацию узнал, что, знаете, в физике такой термин есть период полураспада. Это период, в течение которого от целого остается половина, давайте так упрощенно скажем. Так вот, наши современные знания каждые два года в два раза обесцениваются. И по сути это абсолютно так. Тот же, например, премьер. За два года технологии пойдут так далеко, что его можно будет вообще уже не узнать. Уже куча новых функций, куча новых форматов будет, и так далее, и так далее, и так далее. Но принцип склеивания, условно говоря, бритвочка, условно говоря, общие, крупные, средние планы, светокоррецкие, процветовые круги, это все останется. Поэтому в этом мини-курсе я пытался вам донести вот именно такую суть, которая с годами не изменится. Потому что мне очень хотелось, чтобы вы получили действительно ценные и важные знания. У меня на их приобретение, как бы кристаллизацию в голове, ушло, считайте, 15 лет. И я надеюсь, что этот путь вы пройдете гораздо быстрее. Теперь, что считать профессиональным режиссером монтажа? Когда ваш навык станет должного уровня, что вы могли совершенно спокойно знать, что вы сможете смонтировать любое видео, читал интересные исследования, как сравнивали детей, у которых был талант к музыке, и тех детей, у которых не было таланта, но которые учились в тех же условиях. И оказалось, что через 10 тысяч часов практики даже те дети, у которых не было ярко выраженного таланта, они достигали хорошего уровня мастерства. Поэтому приняли такую планочку 10 тысяч часов. Если вы хотите стать профессиональным режиссером монтажа, вам нужно всего лишь набрать 10 тысяч часов. Другое дело, как вы это сделаете? Монтируя каждый день по 8 часов, конечно, вы наберете очень быстро. Монтирую раз в неделю, гораздо дольше. Но пусть эта цифра вас не пугает. Тут самый главный вопрос, на который вам стоит ответить заранее, болеете вы этим или нет? Я этим болел и болею, и в принципе не понимаю, чем я могу еще заниматься, кроме монтажа, видео, съемки и так далее. И на сегодняшний день у меня около 25 тысяч часов наработки. Но если бы мне в самом начале сказать, что тебе придется 10 тысяч часов наработать, наверное, я об это дело бросил. Потому что эта цифра меня немножко страшила бы. И в те годы не было ни интернета нормального, ни ютуба, ни обучающих материалов, ни литературы на русском. Сейчас у вас под рукой колоссальные объемы знаний. Поэтому мне кажется, что эти 10 тысяч часов, если взять применительно к монтажу, на самом деле гораздо меньшее число. Поэтому воспринимайте эту цифру как некую условную единицу. Потому что вполне возможно, что вы в два раза быстрее научитесь шикарно монтировать. Потому что у вас дома стоит компьютер, на которых можно монтировать. Когда я начинал, единственный способ был работать на студии, на которой стояло дорогостоящее оборудование и к которому тебя особо не подпускали. Как бы ты этого не хотел. Пока ты не научишься. И пару слов хотелось бы сказать про хоум-видео. У меня есть знакомый режиссер, с которым мы сделали очень много документальных фильмов. При этом этот режиссер очень опытный. И у него очень сильное журналистское образование. И в какой-то момент он сказал, все, я хочу монтировать хоум-видео. Когда я от него это услышал, я очень удивился. Я сказал, Миш, ты же всю жизнь монтируешь профессиональные телевизионные продукты. У тебя уровень колоссальный. О каком хоум-видео может идти речь? На что он мне сказал интересную вещь. Что ты понимаешь, все, что я за свою жизнь намонтировал, проходило эфир и отправлялось на полку. И это больше никто никогда не увидит. Более того, я даже не знаю людей, которые это смотрели. А когда монтируешь хоум-видео, ты делаешь для конкретных людей. Более того, люди смотрят, потом показывают друзьям, потом их, может быть, дети пересматривают и внуки будут пересматривать. Если ты сделаешь хорошее видео. И он мне показал одну забавную смс-ку, которую люди прислали ему год спустя. Они сказали, у нас годовщина сейчас была какого-то там мероприятия. Михаил, спасибо вам огромное. Мы сейчас еще раз кругу семьи пересмотрели. Прям очень счастливы, довольны. Спасибо вам огромное. И вот в этот момент я понял, что хоум-видео в каком-то смысле гораздо важнее, чем то, что идет на телеке. Я, например, понимаю, что мне очень жаль, что в моем детстве не было такого обилия видеокамер, видеозаписывающих устройств, потому что мне бы очень хотелось посмотреть, как я рос, как я пошел в школу. Все мои детские воспоминания. Да и не только детские. Потому что самое ценное в этих видео, в воспоминаниях и в прочих, во всех событиях, это эмоции, которые в них есть. Ну и, собственно говоря, я заканчиваю свой курс тем же, с чего я начал. Ребят, не важно, что вы монтируете, не важно, какой цвет, какая музыка, важно, какие это эмоции передает зрителю. И так забавно получилось, что мне знакомая девчонка растает. Это три подруги детства. Две из них живут и работают в Москве. И их третья подруга приехала к ним на пару дней погостить. Я когда увидел это видео, я попросил у нее разрешение вставить в курс. И это видео красноречиво иллюстрирует, наверное, весь мини-курс. Почему? Потому что монтаж здесь ужасный. Планы ужасные, о чем я и Маша так и сказал. Но она не профессиональный монтажер. Она в принципе не монтажер. Даже не то, что не увлекается этим. Просто они за эти два дня наснимали около 40 часов видео. Я и хотел сделать коротенький ролик, который им останется всем на память. Поэтому попробуйте глянуть его с точки зрения эмоций и с точки зрения этих трех девчонок. Представьте, что вы с друзьями или с подругами или любой заказчик пришел с материалом, в котором они просто вот так ходили, тусили. И попробуйте прочувствовать те эмоции, которые будет смотреть человек, который к этому причастен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Либо ты это делаешь, Либо я выключаю телефон. Пссс, горячий горы, горячая я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное в этом ролике, вы знаете что? То, что он полностью снят на мобильный телефон и смонтирован на мобильном же телефоне. Ну что ж, друзья, вы досмотрели курс до конца, и я буду очень рад, если он был вам полезен. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok